Здравствуйте, меня зовут Олег, я представляю компанию Югирс. Сегодня с вами мы будем собирать модель шкатулка. Данная модель идет в двух вариациях. Это антикварная шкатулка, которая имеет гравировку на верхней крышке. И вторая у нас шкатулка янтарная, которая инкурсирована янтарем. Данная шкатулка, можно хранить ваше украшение. Шкатулка имеет 8 отделений, 2 из которых секретные. Итак, приступим к сборке. Собирать мы будем, начнем с антикварной. В упаковке мы имеем комплект досток, резинку одного формата, резинки, другие, наждачную бумагу и парафиновую свечку для смазки деталей. Распаковываем наши досточки. Мы имеем 4 доски и инструкции по сборке. В инструкции на развороте первой страницы указано обозначение. Это обозначение у нас смажьте деталь. Второе обозначение идет, обратите внимание. Третье удалить заусенцы и зачистить деталь. Третье, четвертое обозначение разработать. И последнее проверить размер. И также у нас имеются хелперы, помощники при сборке наших деталей. Так берем, как указано в инструкции, первую доску. И вот на доске темными цветом выделены детали, которые нужно выдавить. Выдавливаем сначала хелпер. И дальше детали, которые под номером 3. Вот две штуки. Первая деталь. Вторая. Шестереночки с помощью хелпера. Шайбочки нужно выделить. Две штуки. Две шестеренки. Под номером 6. И деталь под номером 7. Обозначена она буквой B. Теперь соединяем между собой две детали. Третьих. И с помощью деталей 1 и 2. Зафиксируем их между собой. Предварительно смазал края парафином. Вставили. И с помощью хелпера прижали. Так. И дальше. Нам нужно еще вот. Четвертая шайба. Две штуки. Под номером 4. Их тоже нужно с торца зачистить. И одеваем на нашу центральную ось. Все надели. Смазали парафином. И блок деталей у нас готов. Блок деталей под цифрой А. Под буквой А. Следующее. Берем оську под номером 5. Смажем ее также парафином. И одеваем две шестереночки под шестым номером. Все по центру. И дальше одеваем две шестеренки под номером 7. Также здесь вот обратите внимание. Буква В должна быть вверху. И они должны быть две вверху. И параллельны друг к другу. Все так же шестереночки у нас оделы. И нужно взять шайбочки под номером 8. Зачистить их также немножко. Торец. Ну как удобно. И одеть на наш блок деталей. Блок деталей под обозначением В у нас тоже готов. Так. Следующее. Берем деталь 9. Выдавливаем. И шестереночка под номером 10. Она идет с буквой С у нас. Также промазываем края девятой детали и одеваем шестеренку. Обращаем внимание тоже. Буква С идет, смотрит вверх. И дальше еще нам нужны две шестеренки под номером 6. Это вот плачок у нас полностью вывалился. И здесь одеваем также шестеренки с одной и со второй стороны. И все с помощью скальпела посмотреть внимательно. Может где-то есть заусенцы и их удалить. Данный блок смотрим. Тоже блок С у нас тоже в сборе готов. Следующий наш шаг. Берем деталь под номером 11. Она в нижнем правом углу. И деталь под номером 12. Буквой Д. Также одеваем ее на деталь 11. Надели. И две шайбочки под номером 8. Которые также предварительно сейчас зачистим торцы. Все. Этот узел у нас тоже готов. Этот узел у нас будет с буквой Д. Следующая. Берем пятнадцатую деталь. Соединяем с деталью 16. Шестнадцатая деталь обозначена буквой Е. Узел Узел Е тоже готов. Так, следующий этап. Нужно брать оську под номером 13. У нас будет руководить роль оськи деталь. И так же последняя шестеренка под номером 6. Вытавили. Смазывать. Если туго соединяются детали, нужно обязательно смазывать. Так, здесь соединили. И следующие две детали 14. Она в нижнем и посредине. Обозначены эти детали цифр буквой F. Английские. Так же. Обращаем внимание на наши детали. Установку. F идет вверху. Вверх смотрит. И вторая параллельная. Точно так же устанавливается вторая шестереночка. Отдели. И дальше две шайбочки под номером 8. Одеваем наши шайбочки. Все, плотно надели. Так же блок F у нас готов. Отлаживаем в сторону. Дальше собираем деталь под номером 17. Одна. И деталь под номером 18. Выдавливаем и соединяем. Предварительно всю плоскость деталей зачистим наждачной бумагой. Так, установили 18 деталь. И сейчас будем собирать наш узел. Берем деталь A. Смажем наши шайбы парафином. И устанавливаем. Следующая деталь B. Так же смажем. Их соединили между собой. Шестереночки тоже можно желательно смазать для плавности хода. И третья деталь у нас C. Так, заусенецы уберем, где пропустили. Сейчас на деталь C. Метил шайбочки. Вот две шайбы осталось. Субтитры создали. все промазали и устанавливаем свои посадочные места вот у нас получается дальше берем деталь д смажем также шайба деталь f блок деталей все это установили чтобы зубы вошли в зацепление устанавливаем наши детали смажем предварительно фарафином вот все это зафиксируем 17 деталью которую с внутренней стороны также зачистим все это устанавливаем хелпером направим чтобы все шестеренки шайбы ушли в зацепление и свои посадочные места все наш блок деталей готов теперь его разработаем он должен открывать и закрываться под углом 90 градусов блок разработали отложим его сторону дальше на первой доске нам нужны детали под номером 19 2 штуки 22 штуки точно и деталь под номером 21 обращаем внимание на установку деталей вот берем соединяем одну деталь шипами в стороны и в зеркальном отражении соединяем вторую двадцатую деталь установим деталь 19 и теперь 21 деталь также обращаем внимание на расположение которое идет вот она вниз должно быть две вставляем наши детали все этот узел у нас готов отложим его сторону и дальше берем 23 деталь двадцать вторую по 2 нужно будет здесь 23 тоже 2 24 2 детали выдавили и шайбочки номер 25 25 шайбочки тоже можно не можно нужно с торцов зачистить вот чтобы снять там заусенцы вторую точно так теперь собираем все эти детали вместе двадцать вторую вставляем двадцать четвертую 23 и фиксируем 25 вот зафиксировали если туго будет заходить то тогда шипы нужно смазать вот смазали шип двадцать четвертой вставили он выставляться легче здесь и здесь края также смазали куда будет наша шайба одеваться и тогда он легко можно его будет одеть шайбочку все вот лишь готовы 2 детали следующие берем деталь 26 и здесь устанавливаем наши детали которые мы собрали до этого установили не устанавливаем нот очень аккуратно чтобы все попали все шипы защелкиваем здесь тоже чтобы наши ось попала в отверстие и аккуратно защелкиваем шип вот эти вот ось и должны вращаться проверили вращается и теперь устанавливаем блок шестеренок здесь обратить внимание как вот где язычок детали и обратить внимание на установку язычка вот мы и устанавливаем и шипы чтобы попали в отверстие и легонько так все прижимаем постепенно с одной стороны и со второй все плотно соединили между собой работает теперь дальше на второй доске нам нужны детали под номером 28 две штуки и 27 1 также деталь 29 вот она соединяем как показано на схеме 28 детали вместе сложным и соединяем 27 деталью так сейчас трудно немножко смажем сложим и 29 также зафиксировали все дальше берем деталь номер 30 на второй доске вот они в левом нижнем углу смажем парафином выступающие края ось ки наденем 30 деталь и установим ее на посадочное место вот она указана в нашем собранном узле также смажем 30 детали и установим все плотно установили дальше нам нужно резинка делаем петлю размером 10 12 миллиметров вот на хелпере у нас есть линеечка делаем отмеряем приблизительно 10 12 миллиметров вот сделали петлю заправляем одеваем ее вот на верхнюю деталь чтобы резинка попала в паз и дальше так и с помощью второго хелпера нам нужно вытянуть нашу резинку вот мы заправляем наш хелпер между шестеренками и как можно сказать язычком одеваем на кончик резинку и вытягиваем вытягиваем до тех пор пока не появится а нас узел нашей петли и дальше заводим вот узелок за крючочек наша детали f и завели вот как показано и обрезали лишнюю резинку вот у нас имеем как собрали это деталь дальше берем деталь 31 а и 31 б 1 31 б 31 а и детали 32 1 2 для более эстетичная вида вот этот желтизну на гравировке немножко сотрём наждачкой чтобы она ушла желтизна и устанавливаем 32 деталь немножко ее согнем пальцем устанавливаем одно установили обратим внимание что гравировка должна быть с наружной стороны также устанавливаем вторую все гравировка снаружи и теперь на нашу конструкцию устанавливаем также в пазы вот устанавливаем этих две детали где стоп шипы вошли в паз и потом здесь также что в пазы чтобы вошли и плотно его установили и здесь точно также со второй стороны берем центральный щип устанавливаем теперь крайний вот здесь немножко пальцем помогаем чтоб он направим его в отверстие и придавим и теперь вот эту большую часть установили все этот блок у нас готов следующий этап деталь 33 а ну там и две детали 34 и также также устанавливаем 34 золотизну 34 детали устанавливаем обращаем внимание на установку установку с правой стороны должен быть коротенький шип с левой длинный устанавливаем наши детали по номеру 34 одну установили вторую и теперь 35 детали устанавливаем предварительно зачистим желтый звук берем немножко длинный устанавливаем 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 Так, и дальше тридцать шестая деталь. Этот блок мы собрали, у нас он будет с буквы G и собираем в зеркальном отражении. Тридцать четвертая деталь B, тридцать третья B, вернее, тридцать четвертая две детали и тридцать шестая. Также обращаем внимание, длинный шип уже с правой стороны идет, короткий с левой. Так, соединили и установили тридцать шестую. Вот у нас две детали в зеркальном отражении собраны. Это под буквой H у нас будет. Дальше берем две детали под номером 37. Выдавим и также делаем две петли 6-7 миллиметров. Дальше берем две детали. 1 2 для готовы и теперь возьмем установим с помощью петли наши с помощью резиночек задением наши детали также обратим внимание вот узелок чтобы был в паз детали 37 ушел и одеваем ее на 36 деталь также со второй детали одеваем нашу петлю можно одеваем на 36 деталь и потом берем 37 и также протягиваем ее и чтобы узелок стал узелок был в прорези тридцать седьмой детали здесь можно не можно смажем вот тридцать седьмую деталь все вот у нас получились две зеркальные детали аж и джей и теперь мы их установим на нашу конструкцию берем одну деталь и устанавливаем сначала заводим длинный шип следующий коробки вот одна деталь установили и также со второй так установили мы нашей детальки блоки детали и теперь нам нужна деталь под номером 38 а и 38 б обращаем внимание смажем вот этот вот шипчик и наш шип проденем вот где резиночка и устанавливаем его на посадочное место вот так установили с одну деталь и теперь со второй стороны устанавливаем вторую также проденем смажем шип вот проденем в отверстие и также установим все установили плотно прижали здесь вот немножко у нас соскочила деталь сейчас мы ее поправим итак установили мы вторую деталь и у нас вот получилось два таких отделения которые где защелкиваются крышечки это не открывается это кстати секретное отделение также нужно обратить внимание вот здесь вот где узелок чтобы узелок не попал под между стеночкой и деталью потому что может заедать а так вот в рабочем состоянии собрали на кнопочку нажимаешь и он открывается 1 2 все на эту деталь мы собрали отложим ее в сторону и дальше приступаем к следующей сборке эта деталь под номером 39 нам нужно также обращаем внимание вот с одной стороны здесь вот есть гравировочкой идет гравировкой мы размещаем деталь вниз и две детали номером 40 устанавливаем их на 39 9 если теперь сможем наши зубья смазали берем деталь под номером 41 они у нас находятся на 3 доске вот и две детали выделены темным деталь 40 вторую и две детали под номером 43 собираем устанавливаем сорок вторую в сорок первые зуба им сорок вторую деталь и устанавливаем также и здесь зеркальном отражении берем сорок первую изгибаем немного пальцами устанавливаем шипы его отверстие и устанавливаем здесь на 39 все защелкиваем плотно и одеваем сбоку деталь под номером 43 смотрим чтобы все шипы попали свои посадочные места вот и со второй стороны одеваем 43 сначала вот эти вот большие шипы и дальше подгибаем немножко сорок вторую деталь устанавливаем устанавливаем нашу боковую стеночку все плотно прижимаем так и теперь установим задние стенки по детали под номером 44 б и 44 а также гравировкой устанавливаем вот наружу обращаю внимание так собрали и дальше деталь под номером 45 она находится на второй доске две детали где-то посредине устанавливаем шипами в этот заднюю стенку можно смазать смазали и теперь здесь вот можно зачистить немножко заусенцы с торца и смазать парафином все деталь сборы отложим ее пока в сторону и дальше берем на третьей доске 54 деталь под номером 54 и 46 детали под номером 46 они находятся на второй доске такие два шипа 54 детали также в зеркальном положении вставляем шипы с внутренней стороны один шип ставили выставили что плотно прижать так как он маленький можно хелпером надавить все установили вот зеркальном положении это у нас деталь так теперь берем переворачиваем наш блок с шестерен очками и устанавливаем на него обращаем также внимание вот плотно приставили сложили рычажок и плотно приставили нашу нижнюю так можно сказать отделение отделение теперь фиксируем боковыми ножками обращаем также внимание что вот шип который мы вставили должен идти вовнутрь потрясаю плотно программа два ваше 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 внизу у туго одевается значит нужно смазать шипы посмазывать все шипы и плотно все прижать также со второй стороны смазать все шипы а и также плотно прижать собрали можно как все собрали блок наш оставлю в сторону и приступим нам нужна деталь 53 52 они находятся на второй доске он две детали 53 2 детали 52 под номером так соединяем 53 из 52 между собой соединили и устанавливаем по бокам устанавливаем вот есть толстый край плотно второй стороны точно также установили первых деталей под номером 57 они у нас на третьей доске смажем со стороны обращаем внимание также на установку 57 деталей смажем шипы и вот они у нас 1 здесь 2 теперь устанавливаем детали под номером 58 они также находятся на третьей доске три штуки обращаем внимание устанавливаем более широким краем одна вторая вторая и третья теперь берем шестереночку под номером вернее зубчатую планку под номером 55 и и снимем зацепки шлифонем немножко наждачной бумагой и смажем барафином и установим вот как показано в инструкции дальше собираем вот шестереночки у нас шестереночки это деталь под номером 40 47 одна шестеренка вал который идет на который снова за жестеренка 48 деталь под номером 51 вот здесь нужно обратить внимание на соответствие точек когда устанавливать как вот у нас берем две точки вверху слева и одна внизу и устанавливаем вставляем в нее 48 деталь вот у нас собрано и теперь готова и дальше мы берем 49 шестеренку ось купить 10 и 51 также внимательно смотрим как устанавливать вот деталь 49 черточка идет вверху влево и . вниз идет и также на 51 детали . вниз центра и вторая . идет справа вниз мы соединяем вот эти вот детали сначала 51 и установим 49 деталь вот сборишь что у нас должно получиться . внизу . внизу вправо вниз идет . и влево вверх идет черточка вот это вот деталь у нас собрано бы теперь мы и устанавливаем на корпус нашей шкатулки здесь у нас на планке зубчатой есть также две точки и вот мы устанавливаем одну шестеренку . посредине двух на планке вот она есть здесь устанавливаем шестеренку на большой посредине и черточка смотрят в правую сторону и устанавливаем деталь под номером 56 она также 56 находится на 3 доске также смотрим чтобы было совмещение черточек совмещенные были на шестеренке и на 56 детали вот это вот у нас собрана одна часть половина и теперь мы ее закрываем деталью под номером 59 а берем немного желтизду и аккуратно все это совмещаем все шипы аккуратненько аккуратно надели так теперь соберем ножку нам деталь под номером 60 и два шипа под номером 61 еще нам потребуется вот здесь резинка которая 5 миллиметров шириной моя разделим пополам и нам нужно будет 45 миллиметров кусочек отрезали 45 миллиметров сразу же отрежем и второй кусок для второй ножки теперь берем резиночку устанавливаем по центру нашей ножки фиксируем шипом под номером 61 зафиксировали по кругу обводим и со второй стороны также фиксируем шипом под номером 61 все вставили шипы и надели на нашу шкатулку так это ножка у нас готова все смотрим ножку установили и теперь приступаем вторую часть собирать со второй стороны устанавливать шестеренки прошу прощения не со второй стороны а сейчас мы будем собирать верхнюю крышку вот здесь вот у нас и получится расскажу его как собирается крышка для шкатулки с янтарем и как собирается крышка для антикварной шкатулки сейчас мы приступаем сборки крышки и вот крышка мы будем собирать пока антикварную крышку для антикварной шкатулки а дальше я вам покажу как собирать крышку для янтарной шкатулочки нам нужны 3 4 доска это мы выдавливаем саму крышку и детали под номером 74 детали на 3 доске деталь под номером 62 здесь средине которой две детальки под номером 63 маленьких таких выдавили соединили между собой их сложили стали и вставили 63 деталь так вот эта часть готова теперь две детали под номером 65 такие две детальки берем их здесь вот по центру крышки смазываем два шипа обращаю внимание вся гравировка идет снаружи одевая 65 деталь и одеваем наш защелочку можно сказать из с противоположной стороны также деваем вот все это вместе соединили защелка наша готова теперь берем 66 деталь выдавим здесь также центр вот он аккуратно выдавили 66 и нам нужно вот здесь шипы 67 раз 2 и 3 мы смотрим вот как обращаем внимание на установку 66 детали вот широкий разрез идет вот нас вверх крышки и устанавливаем 66 детали 67 прошу прощения 67 это фиксаторы у нас 1 1 1 2 2 3 зафиксировали и вот теперь центральный наш также устанавливаем его и дальше у нас 4 боковых дальше берем деталь под номером 69 это фиксаторы выдавливаем их нам нужно 8 штук и также фиксируем накладочки 71 а б 70 а и б вот продели шип здесь продели шип зафиксировали со второй стороны точно так же продели шип 1 2 зафиксировали и теперь нижние нет так вот здесь у нас получился немножко сколик на одном шипе один шип скололся и чтобы не портить вид мы сейчас его выдавим и заменим у нас на доске на каждой доске есть запасные детали можно взять выдавить и заменить вот вот а 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 и вот наша крышечка собрана теперь соберем янтарную эту пока отложим в сторону и янтарной коробке с янтарной шкаловой сумки идет вот такое вот дополнение янтаря блок с янтарными янтарем также нам нужна третья доска и четвертая мы их выберем и соберем янтарную также выдавляем деталь под номером 64 это большая наша деталь так здесь немножко другие 68 фиксаторы да так установим сначала янтар можно установить центральную звездочку или как там ее зафиксировать вот и дальше установить на крышку также смотрим обращаем внимание что большой разрез на звездочки и должен идти от вас в противоположную сторону от нас надписи югирс и теперь вот эту вот часть установим собранную на так устанавливаем нашу центральный блок янтаря все теперь с помощью фиксаторов под номером 70 который находится на 4 доски внизу зафиксируем наши угловые элементы сейчас мы аккуратно выдавим здесь аккуратненько по вырезаем можно даже выдавить аккуратно все все вот так установили фиксатор по углам наш блок установили и зафиксировали в центре третьим фиксатором у кого трудно вставляется фиксаторы можно смазывать шипы вот и и и Вставили шипы, вставили наш блочок в сиентарю и с помощью хелпера потом подожимали все шипы. Все, нашу крышечку мы янтарем украсили и сейчас мы поставим, установим защелку. Также берем 62 деталь, 62-63 внутри, вместе сложить, фиксировать. Сначала нужно было вставить. И так наша крышка для янтарной шкатулки тоже собрана. Мы ее оставляем в сторону и будем дальше продолжать с антикварной шкатулкой. Берем нашу шкатулку полусобранную, вставляем крышку и фиксируем вот центральным фиксатором. Вот так тоже вставляем шипы. Вот она у нас зафиксирована. И следующий этап. Установить с левой стороны механизм. Также берем на третьей доске 57 детали. И 55-я планка. Планка. Смажем. Устанавливаем 57 детали. И устанавливаем нашу планку. Планка установлена. И теперь 58-я детали. Установили. И устанавливаем. И застанавливаем. дальше будем производить сборку шестеренок это нам нужна деталь на второй доске деталь сырок 7 и 48 48 это устанавливаем чтобы одна точка с левой стороны две точки справа инске в конце устанавливаем в сорок восьмую деталь устанавливаем и дальше 49 деталь 51 и 48 здесь также устанавливаем смотрим 50 первая деталь у нас должна быть . по центру и одна точка смотрит в лево внизу влево устанавливаем широким краем 51 деталь 50 и 49 деталь в которой черточка смотрит сейчас зачистим и смотрит вправо 100 деталь 50 деталь вот у нас черточка смотрит вправо и . по центру смотрит вниз соединяем эти две шестеренки между собой смажем парафином и установим на корпус также вот показана схема как устанавливать две точки на нашей планке зубчатой рейки устанавливаем между двумя точками нашу шестеренку с точкой и две точки смотрят влево здесь между двумя точками устанавливаем одну точку и черточка смотрит влево вверх и теперь устанавливаем 56 деталь совмещаем также одну черточку совмещая на 56 детали с черточкой на шестеренке и держишь одеваем на шип крышки все установили и все это закрываем детали 59 б совмещаем все шипы аккуратно все зафиксировали и теперь сделаем наш ножку на 69 детали два шипа 61 наша резиночка которую мы отрезали прошлый раз 45 миллиметров длина резинки и и и все собрали ножку и установили на шкатулку немножко установлено и теперь нам останется собрать еще два отсека скорее всего отставим пока нашу шкатулку сторону берем 3 доску деталь 77 а и деталь 72 а 4 доски деталь 76 а так 76 74 а 73 а теперь устанавливаем смотрим также чтоб гравировка вся была снаружи 73 шип вставляем 72 а дальше берем 74 74 соединяем соединили и устанавливаем на площадку деталь номер 75 здесь установили деталь 77 соединяем дальше 76 а так вот один блок у нас готов сейчас мы проверим еще нашу шкатулку открываем немножко разработаем расскажу что работа все как с все работает шкатулка выдвигается отделение и соберем сейчас еще один еще одно отделение в зеркале нам изображение собираем второе отделение изображение собираем второе отделение у нас тоже собрано теперь нам нужно на третьей доске берем две детали 78 номером и две детали под номером 79 закрепим на узкий шип надеваем 79 деталь и закрепим на нашей коробочке есть есть закрепили и установили теперь две детали номером 80 на 2 ну вот устанавливаем ну вот на такой вал попала деталь на шип и потом дальше плотно насадить и также со второй стороны вот это вот отверстие 79 детали попала вот на шип нашей планки с зубьями и и и немножко приподняли и направили направили все недели нашу коробочку все установили наши коробочки и теперь смотрим закрываем крышкой шкатулка сложилась и наденем теперь боковые узоры это деталь 81 b 81 а не по бокам теперь гравировку установим гравировка под номером 82 а и 82 b установим передней части нашей шкатулки 1 3 доски у нас вот шипы под номером 84 шипа на их выдавим установим в переднюю часть спереди шкатулки 1 2 с левой стороны 2 с правой теперь также установим нашу гравировку справа и слева все наша шкатулка собрана и теперь проверим ее открываем защелку поднимаем крышечку и все высовывается у нас 6 пока отделений ну и вот как я говорил подтайные два отделения вот сзади маленького отделения есть кнопочка на которую нажимаешь открывается подтануя подтайное отделение так что закрываем и защелочку все шкатулка собрано и так мы собрали нашу шкатулку она имеет оригинальный вид сейчас я вам расскажу еще раз ее всех достоинствах она имеет 8 отделений от крышка открывается открывается все отделения выезжает два нижних два боковых здесь два средних и также есть два потайных маленьких отделения которые сзади нажимаешь кнопочку открывается два маленьких отделения все дальше сложим обратно закрываем отделение сложим нашу шкатулку она принимает сложенный вид также я показал процессе сборки вам шкатулку которая инкурсирована янтереум данная шкатулка станет очень хорошим подарком вашим родным близким любимым и украсить интерьер вашего дома всего доброго до новых встреч в следующем году